Всем привет! Сегодняшнее занятие у нас посвящено монтированию файловых систем и отмонтированию их. Что под этим понимается? Это подключение разделов жесткого диска, внешних съемных носителей и прочих файловых систем, которые могут находиться на носителях информации. Получение к ним доступа, отключение их автоматически и вручную. По LPIC эта тема 104.3 и три вопроса может по ней встретиться. Они ставят задачу так. Мы должны с вами управлять подключением и отключением файловых систем, а именно подключать и отключать их вручную при помощи команд, настроить автоматическое подключение файловых систем при старте компьютера, например, или при их подключении к нашей системе, и подключение съемных носителей информации, то есть непосредственно как нам работать с флешками, флопиками, CD-ROM и прочим в Linux операционных системах. При этом у нас не так уж и много команд. У нас команда mount подключение, you mount или unmount отключение, и файлик это cfs-tab, в котором у нас настройки автоматического подключения файловых систем. Команда mount, вы видите, работает по такому принципу, такой у нее синтаксис. Подключить устройство в такую-то точку монтирования. Точка монтирования это у нас пустой каталог в нашей файловой системе. Отключить файловую систему можно указав или имя устройства, которое мы подключали, или точку монтирования, а нам это все равно. В fs-tab у нас, мы сейчас откроем пример в Ubuntu и посмотрим, в принципе все то же самое устройство, точка монтирования, можно указать тип файловой системы, можно сказать автоматически определить ее, параметры подключения и парочка еще ключей, о которых сейчас поговорим. Итак, с прошлого занятия у нас с вами остался жесткий диск, подключенный к виртуальной машине. Глянем, потому что у нас ничего не изменилось, только нам для этого нужны права суперпользователя. Запросим их только для этой команды. Я уже вводил пароль один раз, поэтому он меня его не спрашивает. И видим то, что у меня осталось устройство dvsdb1 с прошлого раза, система на нем файловая, линуксовая, я не помню какая, по-моему, ext3, нам это сейчас не важно. Давайте мы поглядим, что у нас есть на этом устройстве. ls-l, устройство dvsdb1, по-моему, так с вами еще ни разу не смотрели. Так вот, мы видим то, что у нас есть устройство dvsdb1, это диск некий. Диск и диск. Давайте создадим папку, в которой мы будем монтировать то, что есть у нас на этом диске. То есть у нас с вами, грубо говоря, мы подкручили новый диск с информацией или раздел с информацией, хотим поглядить, что на нем есть. Для того, чтобы посмотреть, что есть на этом диске, нам нужно указать, куда его монтировать. То есть создать так называемую точку монтирования. Точкой монтирования у нас является любая пустая папка. Напомню, что мы можем с вами посмотреть, что у нас есть в корне. В корне у нас есть следующие папки. Есть, в частности, папка media и папка mnt. Папка mnt у нас была очень давно в линуксе, и в нее, в принципе, как правило, и монтируют, как бы такие правила хорошего тона, все нужные нам новые файловые системы. В папку media у нас монтируются сменные носители. Можем глянуть, что у нас есть в папке mount. List, mount. И видим, в ней есть некая папка hard, тоже, по-моему, осталась с прошлого занятия. Давайте я ее грохну. Так, ram-rf удалить со всеми зависимостями. В папке mount папку hard. Да, конечно, надо сделать это от суперпользователя, потому что я, по-моему, от суперпользователя ее и создавал. Удалили. И теперь создадим просто здесь папку mkdir. В папке mnt создадим папку, давайте вот раз hard drive создадим. Опять же, нам нужны права суперпользователя, потому что эта папка предназначена только для того, чтобы с ней работал суперпользователь, папка mnt. Создали, проверяем, появилась ли там эта папка. Появилась, прекрасно. Теперь мы можем смонтировать сюда что-то. Опять же, у нас сейчас нет никаких особенных прав, поэтому мы сделаем это от суперпользователя. Смонтировать. Mount. Можно указать тип файловой системы, допустим, EXT3, но я не уверен, что у меня там файловая система EXT3. В принципе, Linux и так прекрасно разбирается в том, какая там файловая система, и указывать не обязательно. Говорю, смонтировать что? Прямо по слайду. Устройство devsdb1 в папку mnt.harddrive. Смонтировал. Теперь мы можем зайти и посмотреть, что у нас есть в этой папке. mnt.harddrive. И видим, что там есть некий файл test.txt и папочка lostandfound. То есть в пустую папку harddrive, которую мы создали, вот эта пустая папочка, мы в нее смонтировали это устройство. Вообще говоря, в Linux вся файловая система это такое иерархически выстроенное дерево каких-то файлов, папок, каталогов. По сути, все эти папки могут находиться вообще на разных устройствах, в том числе и на каких-то сетевых, может быть, устройствах. Это может быть папка, подключенная через сетевые протоколы сервера, которая будет видна в нашей файловой системе как локальная. То есть у нас есть принцип подключения файловых систем к нашей файловой системе родной, локальной. Сейчас мы подключили вот этот вот диск наш, dsdb1, в папку harddrive и посмотрели то, что на нем есть файлик test.txt. Мы можем взять и, например, выполнить команду mount, которая покажет нам, что куда смонтировано. И мы видим то, что у нас есть, во-первых, наш logic volume, который куда-то там у нас смонтирован в корень в данном случае. То есть у нас есть наш логический том, который у нас смонтирован в корень. Файловая система на нем ext4. То есть корневая файловая система, вот она. И у нас есть огромное количество файловых систем виртуальных. Например, вот эта вот виртуальная файловая система, в которой у нас находятся все запущенные процессы. Она у нас монтируется в папку prots, которая есть в корне. Файловая система, видите, виртуальная системная, монтируется в папку sys. И есть у нас еще файловые системы, такие как временная файловая система, файловая система с устройствами. Вот есть у нас огромное количество различных виртуальных файловых систем. То есть в Linux у нас, помимо тех файловых систем, которые есть непосредственно в носительных информации, он еще с нами создает виртуальные файловые системы, которые у нас примонтируют в папки по этому пути. Вот они. И в частности в конце мы видим то, что устройство devsdb1 у нас смонтировано в нашу папочку, как мы ей и указали. Видите, файловая система была ext2. Я не помню, что у нас осталось просто. В частности мы еще видим то, что devsd1 у нас смонтировано в папочку boot. То есть вы видите, у нас разные части жестких дисков, разные их разделы смонтированы в нашу текущую файловую систему. И мы видим это все в корне, как просто набор папок. В то время они все ведут абсолютно в разные назначения. Давайте отмонтируем нашу папку. Мы скажем, отмонтируем наш диск qmount, допустим, devsdb1. Говорит нам то, что я не root. Давайте скажем, чтобы root отмонтировал. Суперпользователь do. Отмонтировали. И теперь, если мы перейдем с вами и посмотрим, что у нас находится в папке harddive, мы видим, что эта папка пустая. И, к слову сказать, бывает то, что он ругается, то, что папка занята, значит в данный момент мы в командной строке или еще где-то находимся на этом жестком диске, который мы пытаемся отключить. То есть нужно сначала завершить все операции с этим разделом. Закрыть папки на нем, закрыть файл на нем, и после этого можно его спокойно отмонтировать. Мы сейчас с вами выполнили команду mount и you mount. То есть подключили устройство, отключили его. Напомним, можно было указать ему не через устройство, а через имя папки. Например, отмонтировать. Нет устройства. Отмонтировать то, что подключено в точку монтирования. Вот в это вот. Было бы то же самое. Но сейчас там у нас уже ничего нет. Мы отмонтировали. Чтобы вот так вот вручную не подключать, не отключать разделы, потому что после перезагрузки они могут спокойно у нас отключиться, есть у нас файлик etc.fs-tab. Давайте я открою его катом, наверное. Cut. etc.fs-tab. В нем находятся настройки автоматического монтирования файловых систем. Раньше здесь у нас было побольше значений. Здесь были значения для съемных носителей информации, для сидеромов, для флопиков. Но в современных операционных системах у нас некоторые вот эти вот настройки делегированы в другие места. Сейчас покажу куда. Но суть в том, что мы должны указать здесь, как и по слайду я указывал. Файловая система, точка монтирования, тип файловой системы, опции и парочка настроек. Dump. Настройка говорит о том, сохранять ли нам файлы автоматом на этой файловой системе при отключении системы. Операционный, то есть если вдруг у нас пропало питание или идет завершение работы, если у нас это значение равно единичке, файлики будут сохраняться. Если нолику, то не будут. И pass, вот этот вот параметр, он нам указывает порядок проверки файловых систем. Обычно единица это значение у корневой файловой системы, то есть ее проверяют в первую очередь. У всех остальных носителей двойка, у съемных носителей нолик. Но это просто так правило, если мы будем добавлять. В частности мы видим, что у нас есть наш логический том, смонтированный в корень, тип файловой системы на нем EXT4. И есть какие опции? Ошибки, перемонтировать и нолик. То есть не сбрасывать на него в случае отключения питания, не делать дамп. И проверять в первую очередь. Далее у нас здесь указан еще один интересный момент. У нас здесь указана файловая система не как устройство, а как некий айдишник. Вот он, айдишник. Устройство можно указывать не по имени, а по айдишнику и по метке. Сейчас покажу, где их смотреть. И по айдишнику указывать устройство надежнее, потому что мы можем, в принципе, поменять местами жесткие диски, что-нибудь переименовать, и тогда у нас загрузочный раздел окажется, допустим, теперь не DEVSD1, а какой-нибудь DEVSDC1. Чтобы этого не произошло, лучше прописывать айдишники, потому что айдишники у нас прописаны жестко к каждому разделу, изменить мы их не можем. И это будет более стабильная работа. Так вот, у нас устройство с вот таким вот айди будет примонтироваться в папку boot. То есть загрузочные файлы у нас находятся на этом устройстве. Причем наверху вы видите указано то, что изначально во время установки папка boot была на устройстве DEVSD1. И опять же, для стабильности вот здесь указано не DEVSD1, а UUID. Уникальный айдишник. Это все Ubuntu сделало автоматом. Далее указана файловая система. Extended вторая. Параметр defaults. Defaults параметр у нас говорит о том, что эта файловая система доступна на чтение и запись. На ней могут находиться исполняемые файлы, и она автоматически монтируется. И, по-моему, ее не может считать пользователь. Но это вы все можете почитать в мануале от FSTAB. Он очень достаточно подробный. И еще одно устройство. Видите, еще один логический том. У нас не монтируется никуда. И тип файловой системы на нем swap. То есть это раздел подкачки. Вспоминайте, что такое раздел подкачки. Вы видите, он никуда в нашу файловую систему не монтируется, но он используется нашей операционной системой. Так вот, мы можем с вами сейчас дописать сюда для нашего sdb1 параметры. Для этого мы откроем уже теперь в текстовом редакторе файлик etc.fs.tab. и скажем. Так, где я у нас нахожусь? А, read-only file она мне пишет. Read-only file, потому что я не суперпользователь. Все то же самое, только от имени суперпользователя. Я не перехожу сейчас на постоянный режим суперпользователя, потому что хочу вам показать, как от пользователя это работает. Напоминаю то, что если мы сейчас, скажем, смонтировать устройство sdb1 в точку монтирования mnt hard drive, он пишет, только root может это сделать, потому что у нас в настройках автоматического монтирования в файле etc.fs.tab нет никакой об этом информации. Как только мы допишем сюда все, что нам нужно по devsdb1 и укажем в опциях, что пользователь может монтировать это устройство, у нас абсолютно запросто, без повышения прав, пользователь сможет это сделать. Итак, захожу я от имени суперпользователя редактировать этот файл. Файл на самом деле достаточно понятный. Я часто это делаю, потому что приходится подключать, отключать жесткие диски какие-то в моих серверах, и поэтому сюда приходится заглядывать. Итак, какое устройство будем подключать? Для начала подключим его по имени devsdb1, где смотреть айдишники покажу. Далее нажимаю клавишу табуляции, tab, и говорю подключать это в mount hard drive. Далее файловая система. Можно указать файловую систему, я опять не помню, у нас в том, ext2, но проще написать авто, он сам определит, что там за файловая система, и не будет никого мучить. Дальше табуляция. И вот самое интересное это опции. Опции, я говорю, можно указать defaults, значение по умолчанию, это у нас будет чтение, запись, выполнение, автоматическое монтирование, no user и так далее. Но я напишу вручную, давайте. Чтение, запись, read, write. Далее важный параметр user, то есть любой пользователь может монтировать и демонтировать эту файловую систему. Если этот параметр не указать, только суперпользователь root может это делать. пользователь. Далее, авто. Параметр авто будет автоматически подключать эту файловую систему при старте компьютера. То есть, если у нас при включении операционной системы есть устройство devsdb1, оно будет подключено в пустую папку hard drive в папке mount. И можно, например, как правило, создать такой ключ noexec, чтобы никто не мог запускать там исполняемые файлы. То есть, это просто диск с какой-то информацией. Далее, сбрасывать ли при отключении питания информацию не надо. И можем указать тип проверки 2. Как я и говорю, обычно указывается для всех файловых систем кулерами корневой. Escape, сохранить, zz. Как вы только что видели, у нас смонтировать эту файловую систему мог только суперпользователь. Но после того, как мы создали в файле etc.fstab нужную запись, мы можем и обычного пользователя попросить смонтировать. При этом мы можем уже целиком ему не указывать. Можем указать только точку монтирования. Mount, hard, drive. И он уже посмотрит в файлике etc.fstab, есть ли там какая-нибудь точка монтирования mount hard drive. Если есть, то он подключит то, что указано в этом файле etc.fstab, а именно devsdb1, пробуем. Вроде бы подключилось, давайте глянем. Подключилось без проблем. Точно так же мы можем отключить без прав суперпользователя. Проверяем, ничего нет. Из интересного нужно сказать, сейчас проверять не будем, что время не тратить, что после перезагрузки у нас опять автоматически смонтируется этот раздел жесткого диска в нашу папку mount hard drive. Есть очень хорошая команда, которую зачастую приходится пользоваться, особенно если вы создаете какие-то программные рейды, мы это будем делать в дальнейшем. Это команда blockid, показать блочные устройства. И мы можем сказать, какое именно блочное устройство мы хотим посмотреть. devsdb1, наш виртуальный жесткий диск. Так, только тут нам нужны права суперпользователя. И вот оно нам показывает, что у устройства devsdb1 есть вот такой вот ID. И мы можем в файле etc.fstab указать вот здесь не devsdb1, а именно вот этот ID, точно так же, как он указан вот здесь вот для загрузочного нашего тома. И это будет надежнее указывать ID, чем имена дисков, потому что еще расскажу, имена дисков могут меняться. Я вам уже говорил, что раньше в файле etc.fstab были у нас настройки для монтирования всех еще съемных носителей. Здесь было указано то, что CD-ROM и FLOPPIC, например, могут смонтировать любые пользователи в режиме только чтения и автоматически при старте системы FLOPPIC и CD-ROM не монтировать. Так было раньше. Современные у нас дистрибутивы, в том числе Ubuntu, если говорить о десктоповых, то есть о тех дистрибутивах, которые используются у нас для рабочей станции, с красивой графикой, со всей этой ерундой, у нас здесь есть файловый менеджер Nautilus. Вот он слева. И в частности у него есть настройка своя, которая позволяет нам автоматически монтировать все, что мы подключаем. Например, я сейчас возьму и подключу в мою виртуальную машину флешку. Вот она. Я ее пытаюсь смонтировать. Сейчас через некоторое время ее Nautilus увидит и смонтирует, если я ничего здесь не напортил. Да, вот она у нас появилась. Том. 7.9 ГБ. Раньше этого ничего у нас автоматически не происходило. Нам нужно было точно так же, как мы сейчас возились с разделами жестких дисков, находить эту флешку и подключать ее сюда. Или писать команду прям вручную, mount такое-то устройство, потому что в etc.fstab был конфиг, но не было файла авто. Можно это поведение Nautilus отключить. Я, наверное, на сайте брошу команду, она длинная, сейчас не будем с ней заморачиваться. И тогда у нас не будет этого автоподключения, тогда все будет по старинке. Но, наверное, это неудобно. Поэтому сейчас я с десктоповой Ubuntu мотаться перестану и заведу для вас Ubuntu сервер, чтобы показать на нем, как это делается. Вот у меня Ubuntu сервер без графики и без прочих наворотов. Давайте я в него залогинюсь. Вот он, мой Ubuntu сервер. Давайте поглядим, как выглядит файл etc.fstab в нем. В ней, точнее. Все то же самое. У нас есть, я только тут не могу выделять ничего, мышку, у меня здесь только консоли нет, никакой графики. У нас здесь с вами есть корневая файловая система, у нас есть с вами загрузочная файловая система, у нас есть с вами раздел подкачки. Ничего такого особенного нет. Здесь точно так же у нас есть корневые папки. Вы видите, и есть папка Media. Давайте глянем, что у нас есть в папке Media. В папке Media у нас есть папка CD-ROM. Очень плохо видно этот темно-синий шрифт, я вам озвучиваю. То есть у нас при устанавливке он видел CD-ROM и создал в папке Media папочку CD-ROM. Можем поглядеть, что сейчас есть в этой папочке Media CD-ROM. Пусто, потому что CD-ROM у нас не подключено. У вас сейчас видно даже мою виртуальную машину, ее настройки, ничего не подключено. Давайте попробуем, вставим сюда какой-нибудь диск. Вставил я некоторый диск. И попробую сейчас посмотреть, что у меня получилось. Точно так же глухо, ничего здесь нет. Попробуем, скажем, смонтируем не CD-ROM. Mount Media CD-ROM. Не может найти файли etc.fstab, ничего связанного с CD-ROM. Давайте попробуем, сначала тогда разберемся, что у нас за CD-ROM. Посмотрим все наши блочные устройства. И видим, что у нас есть блочное устройство DEV-SR-01. Лейбл – это название установочного диска FreeDOS. Я его просто подбросил сюда. И файловой системы на нем ISO 9660. То есть это образ диска, который находится у меня сейчас в виртуальном CD-ROM. И теперь мы можем сказать, от имени суперпользователя, пожалуйста, смонтируй мне мое устройство SR0 в папку Media CD-ROM. Само-своя пароль для судо. Написал мне то, что это устройство у нас защищено от записи, потому что это обычный образ диска. То есть обычная балванка, будем говорить, CD-балванка. И смотрим, смонтировалось ли это или нет. Видим, смонтировалось. То есть точно так же, если мы хотим работать с DVD-ROM, CD-ROM, мы смотрим их имя. И через команду Mount монтируем в какую-нибудь пустую папку. Правило хорошего тона, то что мы монтируем все съемные устройства в папку Media. Здесь есть папка CD-ROM, здесь можно создать папку Flop, и здесь можно создать папку, например, USB. Для того, чтобы пользователь мог это сделать, мы можем, опять же, точно так же в файле etc.fs.tab создать запись. Давайте мы сейчас это сделаем. И нужно сказать, что монтировать вы, конечно, можете не только в эту папку Media. Вы можете в корне создать папку 1, 2, 3. Можете у себя на рабочем столе создать папку и в нее монтировать. Просто, если правило хорошего тона, то монтируем съемные устройства в папку Media, а все остальные устройства, подключаемые жесткие диски и так далее, в папку MNT. Хотя я, когда создаю software RAID-ы какие-нибудь на файловых серверах Linux, я создаю в корне диск, в корневой файловой системе папку какой-нибудь Data или какой-нибудь RAID-1, и в нее уже монтируем. Ладно, отвлекся. Заходим в файл etc.fs.tab. Точно так же сейчас мы с вами уже умеем дописывать сюда информацию для жестких дисков разделов. Сейчас запишем для CD-ROM. Устройство dev.sr0. Будем монтировать в папочку Media CD-ROM. Тип файловой системы. Тут обычно можно указать все, что угодно. Опять же, есть у нас мануал по FSTAB, вы можете посмотреть, какие бывают типы файловой системы, какие параметры. Я знаю, что бывают обычно образы диска UDF, CDFS, если это у нас CD-диск, и самый распространенный ISO 9660. Такие файловые системы у нас бывают. И укажу параметры. Важный параметр User, то есть любой пользователь может ее монтировать, может монтировать CD-ROM. No Auto, то есть при старте не нужно монтировать, когда заводится операционная система. Кому надо, те примонтируют CD-ROM вручную. Файлы оттуда должны исполняться, потому что на нем могут находиться какие-нибудь установочные файлы, может быть диск с каким-то программным обеспечением. Монтировать Read Only, потому что это образы диска, ничего нам на них записывать не нужно. И опять же параметры сохранения на диск соответственно 0, нам не нужно ничего на него записывать. И проверять его вообще не надо, тоже 0. Escape ZZ большими буквами для сохранения, вы уже умеете, у нас было занятие по VIM. Отмонтируем сначала от имени суперпользователя, который примонтировал. Umount DVSR 0. А примонтировать попробуем от имени обычного пользователя. Прекрасно, все примонтируется. Можем проверить, конечно, на всякий случай. Лист, куда мы там, медиа. Мы медиа, да, туда же монтируем. CD-ROM. Смонтируем теперь. То есть отмонтируем, попробуем без прав суперпользователя. И отмонтировали. То есть мы с вами создали файли .etc.fs.tab записи. Теперь мы можем отмонтировать и отмонтировать любой пользователь, потому что мы это указали опциями User. Если мы подключили к нашему Linux флешку и хотим, чтобы она тоже была у нас видна, мы ее должны примонтировать. Флешка у нас по сути является таким же дисковым устройством, как и все остальное. Я сейчас подключу флешку в мою виртуальную машину, подключил. И я теперь могу посмотреть, куда у меня, что подключено. F-disk. F-disk. Минус L. Ну, от имени суперпользователя. Да, это команда выполняется. И вижу то, что у меня есть устройство devsdb1. В самом конце мы это видим. С файловой системой exfad. И тут дальше мы можем работать точно так же, как мы делали в начале занятия с разделами жестких дисков, которые мы сами подключали к нашей виртуальной машине. То есть управление флешками точно так же осуществляется, как и управление разделами жестких дисков. И, к слову, нужно сказать, что если вы хотите извлекать такие съемные устройства, как флешки, нужно их предварительно обязательно демонтировать. Инструменты различных графических менеджеров содержат для этого специальные команды. То есть мы можем через Nautilus в графике легко это все отмонтировать, премонтировать, подключить. В консоли приходится работать с руками, поэтому вам надо будет написать U-mount имя устройства. После чего можно выполнить команду eject. Напишу я вам на всякий случай. Eject. Вот такая команда, которая выдергивает флешку. Разобрались с вами с тем, как монтировать и премонтировать файловые системы. А именно разделы жестких дисков, флешки, CD-ROM. Мы научились, как монтировать в автоматическом режиме при старте системы и как это делалось вручную командами. Выяснили, в каком случае пользователь может подключать, в каких случаях только суперпользователь может подключать. Пользуйтесь во благо. Спасибо, что смотрели.